Приветствую, братья и сестры. Христос воскрес! Слава Богу за то, что мы можем открыть Его Библию, Его Святую книгу и читать вместе. И вот псалм, который мы слышали, очень короткий псалм, но все содержание израильской истории было изложено в этих стихах. И мы видим, проблема у них была одна. Они знали Слово, но не могли его исполнить. Хотели, желали, но у них чего-то не хватало. У них не хватало Духа Божьего, который вселяется в нас. И это возможно только через воскресшего Иисуса Христа, которого мы празднуем в этот день и каждый день нашей жизни. И Христос меняет не только наше сердце, но Он и наши мысли меняет, когда мы позволяем Ему, когда Слово Божие в нас входит, оно меняет нас полностью. И текст, который я хотел предложить, об этом и говорит. Это Филиппинцам, 3 глава, 15 стих до конца главы. Мы проходим через это послание и вот доходим до последней части 3 главы. Попсал Павел излагает нам такую важную истину о наших мыслях. И давайте внимательно обратим внимание на связь между мыслями и поступками вот в этих стихах, которые мы будем читать. Филиппинцам 3, 15. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева и слава их в сраме. Они мыслят о земном, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит, так что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет в себе все. Если вы внимательно были, здесь слово «мысль» повторяется четыре раза, и слово «поступают» тоже повторяется несколько раз. И вот мы сегодня, мое желание будет показать эту связь между нашими мыслями и поступками. Я назвал свою проповедь так. «Мы поступаем так, как мы мыслим». И здесь это очень хорошо видно. Апостол Павел одну категорию людей освещает, как бы две категории, но в двух разных контекстах показывает. Одно он показывает о мыслях, те, которые мыслят о небесном и которые мыслят о земном. И потом те же самые люди он сравнивает, те, которые поступают как враги Креста Христова, и другие как те, которые поступают по образу. Образ наш Иисус Христос, образ, пример Иисус Христос. И в данном контексте мы видим, что апостол Павел даже себя сравнивает, чтобы «поступайте со мной», потому что он берет свой образ от Иисуса Христа. Я хотел нам несколько мыслей предложить из этих стихов и порассуждать о них, и также помолиться, чтобы Господь дал нам силу обращать внимание на наши мысли, как они важны для нас. Несколько мыслей. Первое, братья и сестры, это то, что Бог работает с нашими мыслями, чтобы менять. Бог работает с нашими мыслями. Это первое. Мы видим это в 15 стихе. Итак, кто из нас совершен, тот должен мыслить. Должен так мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Мы немножко, но мы не читали выше, потому что об этом мы говорили в прошлый раз. Здесь апостол Павел говорит о ценности. Самое важное – это то, что мы делаем для Христа, забывая заднее, простираясь вперед. Мы только одно есть важное. Мы об этом говорили. Только одно. Все остальное – счета, все остальное – мусор. Это суета. Она ничего не дает нам. И здесь он говорит, кто совершен, тот также должен мыслить. Апостол Павел не берет на себя эту задачу – изменять наши мысли. Это он наставляет Богу. Здесь написано – Бог изменит. Бог откроет вам. Бог откроет то, что у нас не так. Иногда у нас какие-то есть традиции, которые мы уверены, что это да и аминь. Уверены, что это Слово Божие. Но если мы позволяем Господу через Его Слово работать в нас, Он может показать нам, что это неплохо, что ты имеешь традиции, но это не основано на Писании. Это просто то, как ты был воспитан. Бог это открывает нам, когда мы Ему позволяем. Это хорошо видно из послания Римлянам, 12 глава, 2 стих. Посол Павел также говорит. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, святая, угодная и совершенная». Господь нас меняет, когда мы позволяем Ему. И здесь вот дальше в 16 стихе мы видим. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». То есть, если мы чего-то уже достигли в нашей жизни, это не значит, что это одноразовое какое-то достижение мы получили, и теперь нам не нужно об этом больше переживать. Он говорит, если вы достигли это, то теперь пусть это будет фундамент вашей жизни, и ищите чего-то новое, стремитесь дальше больше познавать, больше изменяться. Это не так, как вот атлет, который бежит и всю жизнь готовится, чтобы получить какую-то медаль, и вот он получил, и теперь все, он может отдохнуть. Христианская жизнь совсем не так. Это если мы получили, то на этом мы еще строим и больше и больше растем во Христе. Итак, это первое. Бог работает с нашими мыслями. Второе – это то, что Бог оставляет нам примеры, как нам мыслить. И это следующий стих. Бог оставляет нам пример, как мыслить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Примеры. Это каждый из нас нуждается в том, чтобы иметь хороший пример в жизни, кому мы можем подражать. Но это также значит, что у нас будут те, которые нам подражают, и мы должны быть внимательны за собой. Потому что люди всегда будут нас или от наших поступков или Бога прославлять, или Бога проклинать, или Бога поносить. Или как вот Давид, когда сделал эту большую ошибку в своей жизни, он позволил людям хулить имя Господа через эту ошибку, которую он позволил. Они всегда будут делать решение о Боге по нашим поведениям. Матфея 5, глава 16 стих. Мы знаем, это Нагорная проповедь, и Господь говорит, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Не себя. Я думаю, многие в наше время хотят делать добрые дела и делают их, но хотят также при этом присвоить себе славу. Да сохранит нас Господь от этого. Но знаете, здесь кто-то может сказать, апостол Павел как-то себя очень высоко поднимает. Как он может сказать, подражайте мне, мы все такие немощные. Кто-то скажет, это как-то гордо он звучит, подражайте мне. Но, братья и сестры, это совсем не так. Он просто, мы видим, что в других местах апостол Павел также повторяет эту мысль, подражайте мне, как я Христу. Почему? Он всегда думает, как я Христу. То есть наш образец не апостол Павел, а Христос. И он понимает свою задачу, которую Господь нам оставил, чтобы быть похожим на этот образец. И нам всем нужны физические люди, которыми мы можем подражать. И в данном контексте это апостол Павел. И он не только себя выделяет, а и тех, которые поступают по этому же образу. И поэтому нам очень важно. Мы должны понять, что апостол Павел, он себя очень, он себя считал самым худшим грешником, самым низким апостолом. Он всегда говорил, я ничтожен, я недостойен этого. Но мы знаем, вот давайте представим себе, что вот Бог вот здесь наверху и такой трехугольник. Вот здесь Бог, а здесь вот я, а вот здесь моя природа греховная. И когда мы далеко от Бога, она как-то далеко, мы не ощущаем это. Но когда мы приближаемся к Богу, вот это расстояние, оно сужается, и мы больше понимаем. Когда мы ближе к Богу, то мы больше ощущаем свое ничтожное состояние. Это не значит, что я теперь стал больше грешить. Это просто я вижу, насколько моя природа испорчена, и я нуждаюсь все время в нашем Господе. Особенно в наших мыслях. Наши мысли, они крайне важны в том, так как мы поступаем в нашей жизни. И самое важное, это смотреть на кончину человека, как он кончил. Апостол Павел очень прекрасно кончил свой путь, потому что для него была жизнь Христос, а смерть приобретение. Мы должны смотреть на кончину, как он говорит евреям. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть на кончину. Знаете, когда я помню, примерно 15, может 16 лет назад, я был на конференции у Джан Маккартера, я жил там рядом, и мне на этой конференции подарили одну книгу одного известного пастыря, его звать Джошуа Хэррис. Он очень много говорил о чистоте в отношениях добрачных, хранить себя для своего мужа или жены, хранить себя, и говорил очень сильно против однополых каких-то отношений. Он говорил, что это все грех, и я для себя это очень читал, и для меня это было важно. Я еще был подростком или, может, молодым был, как раз формировался, и я много из этой книги брал. И вот, к моему удивлению, несколько, может, год назад этот пастырь Джошуа Хэррис очень сильно опустился, можно сказать, в отступление. Он полностью отрекся от Христа, он полностью развелся с женой, которая очень сильно говорил против разводов. Он очень стал поддерживать однополые браки и тех, которые живут таким образом. Как такое большое изменение могло произойти? Я думаю об этом тексте, думаю, как человек, он все писал правильно в книгах. В тот момент в его жизни он был сфокусирован, мысли его были на небесное. Он писал о том, что связано со Словом Божиим. Он делал то, что Господь хотел. И вот в какой-то момент в его жизни он перевел свои мысли от небесного на земное. И вот как раз вот только это происходит, вот такое падение может произойти, когда наши мысли, они на земном. Когда вот он начал себе понимать, о, тогда если я кого-то огорчу, тогда они не будут моими друзьями, надо всем как-то угождать. И вот такая мысль вкрадывается, и тогда внезапно приходит твоя пагуба. Послал Павел также говорит, не обманывайтесь, худые сообщества разрушают добрые нравы. То есть мы, если мы находимся много с теми, которые мыслят о земном, оно будет на нас отражаться. И третье, братья и сестры, то, что Бог предупреждает о том, как его враги мыслят. Бог предупреждает, как его враги мыслят. И это видно в следующих стихах, 18 стих. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю вам, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог, чрево и слава их в сраме. И они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Вот что характеризует таких людей, которые являются врагами Христа. Какое-то время они, может, даже и назывались христиане, какое-то время они и служили Ему. Но мысли их перевернулись от небесного на земное. И они впадают в такие срамные дела, поступки, которые здесь он перечисляет. Апостол Павел часто предупреждает, и он говорит со слезами. Мы должны из этого взять урок себе, что когда мы кого-то обличаем, или когда у нас есть с кем-то какое-то несогласие, это всегда должно исходить из любви и сострадания, а не из какой-то возвышенной такой гордости, как бы ругать человека. Он, наоборот, говорит, я со слезами до самой последней минуты я их умолял, повернитесь со своего пути и обратитесь на Христа, пусть ваше жительство будет на небесах. И он со слезами их уговаривал. Так же, как он и со слезами уговаривал Коринфианам, которые тоже плакал, много скорбил. Да, был там грех, но он говорит такие слова. Второй Коринфианам 2.4. Он говорит, «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Это все из любви. И вот этих людей, которые поступают как враги, апостол Павел все равно плачет о них и хочет, чтобы они изменились. И он напоминает это. И он в начале этой главы тоже говорит, что я пишу вам, пишу вам это, для меня это не тяжело, он говорит, но для вас это назидательно. Напоминание это очень важно для нас. Давайте посмотрим на этих людей, вот что их характеризует. Мы видим пять таких частей, которые их характеризуют. А первое, это мы видим, что их очень много, их много, он говорит в начале 18 стиха. Иисус тоже говорит, когда еще был на этой земле, Он говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Многие выбирают этот путь, многие выбирают мыслить о земном, потому что это кажется легче. Но мы видим, что конец очень печальный таких людей. Второе, это то, что мы видим, они также, мы знаем их конец, их конец очень печален, это пагуба, они погибают в своем состоянии. Мы знаем, что дьявол пришел для одной цели, и особенно в это время, когда все отделенные были от церкви, очень многое время дьявол очень искал возможность украсть, убить и погубить. Каждого, кто может быть отдалением от церкви, он сам лично не вникал в слово, не пребывал в молитве, и не общался со своими самыми близкими. Бог, дьявол, извиняюсь, хотел в этот момент вкрасть, поселить мысль о том, чтобы подумать немножко о земном. Зачем тебе так много думать о небесном? Зачем тебе думать о небесном, когда ты можешь сейчас пожить хорошо? Братья и сестры, мы знаем, что нужно жить, нужно устраивать, нужно делать дела, но это мы понимаем, мы здесь просто прохожане, у нас есть гораздо важнее город, у нас есть место, где Господь приготовил для нас. И третье, мы видим, кто их Бог? Мы видим, их Бог – это чрево, как здесь сказано, чрево или аппетит плотской. Они любят угождать своему телу очень часто. Все, что связано с плотью, это было то, что их двигало, это самое важное для них было. Апостол Павел также говорит, «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». То есть, можно сказать, мыслите о Иисусе, и попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть, нам нужно заботиться о нашем теле, но это не должно превратиться в похоть, как у этих людей. И дальше мы видим, мы знаем, чем они хвалятся. Они хвалились самыми постыдными такими делами, как здесь сказано, «в славе» и «слава их в сраме». То есть, дела, которые даже не стоит об них говорить, они этим хвалятся, как и в Коринфиане хвалились своими поступками, которые тоже даже апостол Павел не именует это, потому что это было настолько страшно. И мы видим, что они этим хвалятся. Они искали славу в таких делах, а мы, как христиане, ищем славу от Бога, славу Бога, который, когда мы придем туда, мы увидим это. И это мы немножко увидим в последних стихах. И последним мы видим, какие у них мысли, и мы уже об этом говорили, мысли их о земном. Они мыслят о земном, как апостол Павел говорит, не о горнем. Помышляйте о горнем, а не о земном. Горнем, то есть вышнем, то, что там Господь приготовил для нас. И последняя мысль перед нашей молитвой, братья и сестры, это то, что Бог поощряет для нас, поощряет нас для чего нужно правильно мыслить. Бог дает нам поощрение, encouragement. Он хочет сказать, что когда ты правильно мыслишь, это приведет к какой-то результат, это будет для тебя полезно. Ты увидишь в жизни, благословение в этой жизни и в будущем, в будущности. Смотрите на последние два стиха. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Наше жительство. Вот это слово «жительство» в многих английских переводится как citizenship, как гражданство. Мы граждане неба, мы не граждане здесь. Да, мы живем здесь, мы прохожане, но наше жительство, наше гражданство на небесах, мы граждане там. И да, нам нужно здесь устраиваться, нам нужно жить, нам нужно как-то заботиться о всем внешнем, но это главная цель нашей жизни. Мы ищем небесного царства. И почему? Потому что мы граждане небесного царства, которого Иисус Христос является Господином, Он является Царем. И если Он наш Царь, то мы должны поступать по Его правилам, по Его требованиям. То, как Он оставил пример в нас. Это как раз то, о чем Павел и говорит. Подражать Иисусу Христу, подражать и нам, потому что мы подражаем Христу. Жить по Его правилам. И наше богатство, все, что мы копим, оно никогда не отнимется от нас. То, что вечное, то, что ценное. Вот когда мы вкладываем в наших детей, когда мы вкладываем в людей, которые вокруг нас, когда мы вкладываем в служение Господу, оно не отнимется от нас. Это говорит Петр, 1 Петра 1, 4. Он говорит об этом наследстве, которое не заберется. Он говорит к наследству нетленному, чистому, неувидающему, хранящемуся на небесах для нас. Оно сохранится нам. Никогда не забывайте это, что когда мы что-то делаем, оно обязательно вернется к нам. Господь благословит нас ради этого. Как здесь сказано, откуда мы ожидаем нашего Господа? Здесь следующий стих. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». И этот стих 20 и 21, они как раз очень хорошо подходят для нашего времени, когда мы особо чувствовали, что Господь скоро-скоро придет, потому что видим, как все вокруг складывается. И мы ожидаем нашего Господа. Мы ожидаем этого славного момента, когда мы встретимся с Ним. Иисус готовит нас к встрече с Собой. Он преобразит вот это наше тело, которое увядает, как здесь сказано, уничиженное тело, или то, которое портится, то, что не вечное. Он преобразит его. И этот стих 21 напоминает мне о том, что произошло на этой неделе, о смерти нашего дедушки Владимира Савельевича Герасенко. Его тело, оно уничиженное было, оно увидало. И тот, кто знал его близко, знал, что у него был недостаток в теле. Мы знаем, что у него не хватало даже одного глаза. И вот когда мы первый раз общаемся, может быть, наше внимание привлекало. Но когда ты глубже вникнешь в этого человека, ты понимал, что то, что внешне, может, какой-то недостаток было, это совершенно не сравнение с той красотой, которая внутренняя была. Потому что он никогда не отпускал тебя из дома своего, пока ты не помолился с ним. Даже если ты на две минуты забежал что-то отнести, он помолится с тобой, он скажет, давай споем песню, ну-ка, что ты читал? Всегда какие-то стихи вспомнит. Он, вот это внешне, может, недостаток, он покрывался вот этой внутренней красотой. И я думаю, это хороший пример, вот подражать тем людям, которые вот уходят. Мы знаем, они получат вот это тело, как здесь сказано, новое, тело преображенное, и мы этого стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы увидеть нашего Господа. И как вот Иисус имел это тело преображенное при Своем воскресении, и мы такое же тело славное получим. Это наша награда, это наше... Господь поощряет нас, что это, почему мы должны мыслить о земном, извиняюсь, мыслить о небесном, а не о земном. И вот в заключение мы просто подумаем, как это относится к нам, братья и сестры, дорогие друзья. Как мы поступаем, как жители неба, или мы поступаем, как враги Христа? Если вы еще не стали гражданами небесного царства, то вы поступаете, как враги Христа. Кто-то скажет, ну я ничего такого не делаю, но если вы еще не познали лично Христа, то сегодня ваше состояние называется, вы враги Христа, Христова. Потому что сами по себе, как мы читали вначале, еврейский народ, он не мог изменить свое тело. Только Христос может это сделать. Сегодня вы можете стать гражданами небесного царства, когда вы склонитесь прямо у вас, или позвоните, пообщайтесь с пастором, примиритесь с Господом. Потому что все, мы видим, как близко Господь, Господнее пришествие. Мы видим, что Он возьмет нас в себе, но мы должны быть готовы, мы должны наши мысли направить на небесное, не на земное, потому что как мы мыслим, так мы и будем поступать. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся. Слава Ему за все.